В Махачкале открылся первый на Северном Кавказе центр по изучению Корана для незрячих. Обучение проходят как взрослые, так и дети. Но помимо религиозного образования, ученики получают и светское. О том, как для многих ребят мечта стала реальностью, в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Рамазану 11 лет. Читать Корану начал с 7-летнего возраста. Мальчик вспоминает, все проходило поэтапно. Сначала буквы, слова, затем и целые предложения. Было желание и стремление. И самое главное – терпение нужно. Без терпения здесь точно не обойтись. Педагоги работают с детьми постоянно. Учат ощущать пространство, развивают осязание, слух и ловкость пальцев. Это всё, по словам директора центра, помогает усвоению учебного материала. А книги здесь особенные. Листы с выпуклыми точками – так называемый метод Брайля, по которым ребята и начинают изучать азы священного Корана. Это вот мы учим таким образом. Сначала читать. В центре сейчас обучается 10 учеников. Дошкольная и школьная группа. Здесь кормят 4 раза в день. Есть место для гигиены, отдыха и проживания. Помимо образовательного блока, ребят учат гладить одежду, готовить еду и делать уборку. Несмотря на то, что у этих людей и детей нет зрения, но они такие же люди, такие же члены общества, как и все остальные. Им жить и развиваться всё равно в обществе зрячих. И вот мы, наша задача, должны развивать их так, чтобы им было комфортно в обществе зрячих. Учредителем проекта является муфти Дагестана. На торжественном открытии он поздравил всех с долгожданным событием. Год назад шейх Ахмад Афанди открыл аналогичный центр, только для людей с нарушениями слуха и речи. Его задача – сделать так, чтобы в республике никто не был обделён в приобретении религиозных знаний. Нам было стыдно перед вами, потому что мы другие мегрессии открыли, а незрячие не открыли. Поэтому до сих пор с отпущенными головами мы ходили и стеснялись вас. В ближайшее время, в течение года, мы постараемся, смотря на желающих, количество желающих, открывать, что вы желающие, и места, что вы соответствовали. Незрячие люди не могли сдержать слёзы радости. Они благодарили муфти за поддержку и за возможность наряду со всеми получать ценные навыки. Большое вам спасибо. Мы очень ждали этого момента. Мы очень ждали этого момента и просили у всего, чтобы такое мегрессия для нас открыли. Это реально великое счастье. Когда ты прикасаешься к Корану, и ты знаешь, что ты чувствуешь каждую букву, ты знаешь, что это речь Всевышнего. Когда был месяц Рамадан, к нам туда приезжал на работу в Ашмурте Ахмад Хаджи. И когда он выступил перед нами, тогда я понял, понял наконец-то, что всё-таки в Дагестане с мёртвой точкой сдвинется от этого проекта. Центр расположен на улице Лаптиева. Его сотрудники готовы принимать всех желающих, независимо от возраста и степени нарушения зрения. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала.